Повязочница, это обряд идет. А вообще об обрядах у нас лучше всего знает, конечно, Настя, потому что у нее свадьба шла по всем обрядам. Как начинается свадьба, давай рассказывай. Не помню. Настя, подостань о фотографии и рассказывай. Там учится, посмотри. Ну вот давай мало, расскажи, что это. Не один, не два дня, это же много идей. Ты участвовала в этом процессе? Нет, я слушала, читала. Ну я участвовала в этом процессе. Жуть. Да, про. Там же моей головой там. Не, не, ну там чуть-чуть. Ну крутите, что вы хотите. Все, вот это посмотреть хотела. Ну все, все. Все. У нее голова отдельно делается внутри клубочек, потом вот этот клубочек идет вот сюда внутрь и потом переходит вот это клубочек. Ножки пришиты и ручки пришиты, поэтому ручки не целевые, а по отдельности. И поэтому она получается такой формы. Если, да, тело у нее такое. А что интересно, она где-то, давайте будем называть все парочку, назовем его, не будем. Вот здесь описание, здесь написано сарафан. Ну так как у нас это все не путали. Да, да, парочка, парочка. Возможно, у них вот такая ситуация была, если, даже не знаю, хотя у некоторых здесь юбка есть юбка, сарафан лямками здесь ничем не пахнет, поэтому здесь это и по высоте. Нижняя юбка беленька у нее. Здесь получается несколько юбочек, девчонки. Одна нижняя, потом еще одна полунижняя, у которой пришиты эти. Дай ее сюда. А пришиты кружевом. Видите, вот, одеты вот в такие вот сапожки, вот здесь, вот к этой пришиты кружевом. Я попыталась даже то, которое должно быть белое этой. А вот здесь юбка очень хорошо отработана, вот эта, видите, полосочка, которая сделана по косой, обработана беечкой. Очень хорошо. И вот это оденется, вот здесь кружево кусочек, и бисер. Бисер вот такой стеклянный. У меня такой он удлиненный, а там кругленький. А шелковый, бежевый, шелковый, бежевый платок. И посмотрите внимательно, она очень смешная по конструкции. Смотрите, вот здесь жильенькая косичка. Розовая вот эта кремдешиновая, шелковая вот у нее получается ленточки. И почему она с одной косой, значит она не замужняя. И почему она в метище, я почему предположила, что этот обряд называется. И почему я Насте спросила, как у тебя было с этими. Она одна, она не замужняя. И только дружки невесты называют. Метут. Ну, а как можно предположить игру? Можно так. Ну, я в общем, где-то дочитаю, может это. И найду. Я не верю. Я ничего пока не это. Что интересно, форма образования у нее есть. У нас здесь вот не столбик, а взянуток получается. И не накручен, он просто вот, когда мы вертеть, начинаем клубочек, и потом его обматываем и создаем. И даже по кукле, вот здесь, видите, хоть у нее нарисовано, видно, что у моей куклы. Почти у всех вот здесь пятка сформирована, здесь чуть-чуть. Не пятка, а носочек, вот посмотрите. Нет, здесь простой. Это сапожки мы формируем, видишь, вот. А у мошки вот просто, да. А сапожки из чего? Она идет в ткань, сезон, с чудо-беганой. Фолис какой-то, да? Шесть. Прямо шьется, да? Да. Они шьются. Что интересно, они шьются просто вот так, а потом вот здесь прошиваются. Вот он где-то есть, где-то нет. Это сразу ноги темные, видишь, и сразу сформированы. А здесь-то одеты. У нее вообще очень интересная конструкция. Где-то с ножками, где-то он вообще столбиком взят. А где-то вообще половинчик, посмотрите. А где-то, вон, видите, вот просто. Очень уникальная коллекция кукол, что здесь все представлены коллекции. Даже вот видите, вот столбик. А руки, они, получается, скручены, потом прошиты? Пришиты. А спрошиты, да, вот. Сама рука пришита? Да, прошита. И посмотрите краешки. Крайзатянут. Крайзатянут. У них даже вот здесь по-этнографическому, да. Не всегда обращаемся к тому, что сделали они. Иногда легче сначала обратиться к фотографии, которые сами подлинников. Понятно? Вот здесь. Все проши зависит. Подождите, туловища у нас нет? Руки, ноги, голова только. Толщик, мы сказали, не договорили про туловище. Толщик не тушил. Я шею тонкую сделала, вы будете делать потолще шею тонкую. Это не тонкую. Я пишу, шею или что? Ноги мы 10 сантиметров, и ноги фактически у нас туда вставляются. Я покажу, как конструкция это делается. И у нас, когда мы с головы больше будем оставлять большой кусок вот так прямоугольный, который потом, ну, не совсем, но потом я покажу, как он зашивается туда. И ноги вот они, вот видите, вот здесь. Чуть выше вот сюда к бедрам подходит. Ну, как тут мы обычно делаем. Вот он к бедрам подходит, эти 10 сантиметров. Конструкция у нас туловища получается. Здесь у меня 8 сантиметров. Смотрю, где здесь записано. Видите, что получается? 8 сантиметров. А голова еще? Шея. Меньше будет. Ширина. Диаметр 4 сантиметров. Это, диаметр головы написано, у меня здесь 4 с половиной. Да. Ну, что-то я не верю, что он 4 сантиметров. Ну, 3 с половиной давайте сделаем. Я ее маленькую сделаю. Ну, не знаю, 3 с половиной. Да, маленькая такая хорошенькая. Это вот комочек, ну, в смысле, клубочек. А еще же надо кусок ткани, да, большой, который выворачивается. Ну, у нас не больше всего с половиной должно получиться. Мы будем делать 3, а потом обтянем. В общем, получается вот туловище у меня 4 сантиметра. Это что, ширина? 4,2 сантиметра, ширина. Мы можем сделать 4,5-5, не больше выходя, договаривались. 4,5. Ширина. Здесь плюс-минус, потому что это, да. Подождите, длина уже есть? 8. Длина 8 сантиметров туловища. Да, ноги длиной, но они зашиваются. А, диаметр? Вот здесь, видите, зашиваются? Сколько? 4,2, 4,5. Потому что, если мы прыщем их сюда книзу, вот как у девочки, не будут болтаться. Поэтому они сюда ноги, и с боками зашиваются, потому что вот эта длинная, и пока вот сюда сшиваются, они получаются вот сюда, петр внутрь. Сколько же здесь кусок для головы тогда? Не знаю. Сейчас будем говорить, дальше слушаем. Коса 10 сантиметров идет. Да. Записано. Вместе с головой, да? Всяк? Нет, нет. Вот это. Сама коса. Да. Шея. Ну, шея, вот у меня здесь диаметр, да. Два с половиной. Два с половиной, 2,8 здесь миллиметр оставляете. Рубаха-сорочка, которую мы делаем, вот этот. Самая нижняя? Она 22 на 10. А, нет, это верхняя. С кружевом, которая? С кружевом, да. Еще раз. А, нет. Нижняя маленькая, 22 на 10. Юбка, то есть? Да, без припусков. Юбка нижняя. Это не рубаха. А та, которая с кружевом, она выше поднимается. Вы потом поймете, она здесь ждет. Юбка нижняя, сколько раз еще? Рубаха та, которая вот эта белая, она 22 на 10. Вот это вот, видите? 22 на 10. Она вот здесь делается. Это нижняя самая. Да, нижняя самая. Потом с кружевом юбка. У нее тоже 10 на 22. Тоже 10 на 10. Она рубаха. А, вот эта маленькая, да. А эта наверху шла, да? Да, она рубаха эта. А эта наверху шла, вы поняла. И она и там также была. Мы забернули, она была там. Чтоб вы понимали, что белая это рубаха. С кружевом это юбка. А она, где-то на плечах сшивается, что ли? Рубаха сшивается, да. Здесь она и создает вот этот объем. Дальше вот эта верхняя юбка, которая ссыта. У нее 15 сантиметров на 30. Вот эта вот, которая, видите? А, уже костюм сам, да? Да, планка косая 1,6. Подождите. Вот эта юбка еще раз. Верхняя юбка, которая в полоску, 15 на 30. И с планочкой шириной 1,6. То есть 1,6 на 30. Руки, имейте в виду коробки. Пусть вас не пугают. Так, переходим к кофте. Парка ее называет здесь. Рукав идет у нас 5 на 7. Но уже без припусков. Манжеты 1,3 уже в чистом виде. Кружево идет 2 на 2. Манжеты. 1,3. Уже с подгибом, видите? В чистом виде. Значит, здесь нужно расчет сделать, что он не двойной, а с подгибом. Ну, а ну, видите, имеет такое ощущение, что он двойной, да? У меня тоже такое ощущение. И здесь он тоже сделан, у меня двойный, поэтому и там точно так же. Поэтому в чистом виде он 1,3 получается, если, да. 1,3 это что ли? Это 2,6 и плюс... Я поняла. 2,6 и прибавить еще больше. Ну, это по руке. 3 сантиметра, в общем, пишем. Манжет нужно без припусков, который берем. 3 на 3, в общем, полоску у вас будет, манжет 3 на 3. Но имейте в виду, в чистом виде 1,3. Кружево, 2 на 2, в чистом виде. Ну, вот. Значит, здесь вы в чистом виде пишете. 2 на 2, вот здесь подыскивать еще. Кружево синтетическое или хлопок? Что найдете? Ну, это уже современный вариант. Ты там ищешь. Там синтетика, да. Поэтому здесь, там синтетика, притом синтетика была модная. А грудь формируется и с двух шариков, или с брусочков? Там просто ты сейчас поймешь. Там у нее просто ветошь заброшен. Да. В туловище, да? Ну, вот здесь некоторые куклы, даже здесь у нее подброшено ветошь. Оно просто чуть-чуть дает сформироваться, и все. Там, как таковы, где-то есть специально большие грудь и формируются, а где-то просто ветошь подброшена, сформирована чуть-чуть. Где-то можно ватки, кусочки, там еще что-то. Как таковы, грудь нету. Как ветошь у нас. Сама кофта. Да. У нас должна быть 5 сантиметров. Чисто в виде. Уже готова. Вот видите, как? Сама кофта 5 сантиметров. Ну, получается у нас вверх и вниз мы по сантиметру прибавляем 7 сантиметров. Что интересно, видите, вот. Получается, будете, видите, прорезать вот здесь, это делать вот здесь. Вот видите, как плечевой шок будем делать, вот рукава будем делать. И здесь собираюсь с калочками, видите, вот так. И у нее ширина здесь у меня написано. 5 на 7. Какая? 5 на 7. Это не кофта, это рукава была 5 на? 20 сантиметров. 22 сантиметра. 20 сантиметров, да, 20. Ширина? Да, в чистом виде 18 получится, должна быть. 18 в чистом виде должна получиться, значит, там припуски у нас, видите, отработанного, видите. Это значит 19. Все складки, видите, где получится. Свинетки, это все. Подпоясывается, что интересно, как мы назовем его сарафаном. Подпоясывается красным поясом, видите, на узелочке, на этой ширина, он будет вот так. А вам лучше круглый взять. Что? Круглый, круглый. Круглый, круглый. Ну, я сграшу не нашла. А еще здесь написано, что сарафан изнутри подшип белой ткани. Я сэкономила, ты понимаешь. Ты поняла, о чем мы вниз, вот здесь дублируем угол здесь. Как это раньше. Внижняя часть, да? Да, до этого. Да, вот этой кромки. Да, только до сюда. Я знаю, я сэкономила. Я думаю, не будешь читать. Я думаю, позорить. Извините, больше не буду. Нет, ну если есть возможность ткани подбить, то что я думаю. Ну, у меня просто получилось, я думаю, у меня нет времени, а вы-то белой подобьете. Она подбита всего-то на ширину до кромочки. Ну, вот мне вот. Что еще там кто-то подбивает? Раньше специально подбивали, чтобы жесткость ткани была. А потом она вынашивалась очень часто, и низ был грязный. И легче было, вот, например, выноситься, и она грязи эта длинная, и потом часто чистили свои ботиночки и так далее. Она становилась черной, поэтому легче было отпороть, и новую пришить, заменять. А потом еще специально для жесткости это делали. Ну, чтобы вот так колом стоял. А вот у планки на юбке беленькая, что это такое вот с двух сторон? Ну, будем работать. Вот смотри, берешь. Кантик. Кантик делаем. Кантик. Он по прямой не обязательно покосует. Пламочка у нас покосует берется. Пламка покосует, да. А там простая ткань, которая вот так, представляется, обрабатывается, потом пришивание. Ты возьмешь вот так, вот у тебя, на лицо вот так прошьешь, а потом вот так, вот так, потому что у тебя получится ломит, и потом прошьет. А я думала, он... Нет. Там все проще. Там все проще. Он же создал бы объем был. Я поняла, о чем ты. На, это на брасе осмотреть. Читает. Не, 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 читает, читает. Вот здесь на машинке прошивали. Поэтому я не морочу вас. Может, там одну полоску, мы не видим по этим швам. Мы не видим, есть здесь вот этот вот разрез, вот у них, видишь, есть здесь разрез. Хотя, видишь, можно увидеть. Но он может быть из-за белой юбки мыслишь, то есть под белой. Одну полоску решили сделать. Мы смотрим на сюда. Это же не только нет. И поэтому я предполагаю, что... А у нас там дадут. У меня тоже нет. Я бы сказала, что... У меня тоже только розовый, то, что вот было. Настя, ты слушай, это другая ситуация. Это... Тебе касается немножко по-другому, если честно. Нужно обязательно пошить рубаху будущему мужчине. Ее обязательно поясать. Обязательно нужно краску или белую свазить. Скажу, но я вижу, что они дурю маятс. Они поначитавшись, еще Лисицыно им наговарившись. Вот эта традиция. Поэтому они хотят. Чего? Ага. Потом через полгода не найдут, придут к пензию вставать. Значит, плохо шло. Значит, плохо шло. 35. Суни, праздник. Да, Никола. Никола, Лена. Ух, дождь я готова была. Смотри, где. Смотри, где. А мы вышли с на голову. Вот тут была Нехинская. А вот там на Мегина горяча была. У нас такой там дождь был. Где? Мы вообще все сухие. Это субличина. Какой кусок за голову надо? 35 на 12. 35 на 12? Это получается перед из пензии, да, будет? Да. Вот в основном, последняя часть на голову была. Что-то мы пропустила. Сколько тут у кого-то? Три. Что там у кого-то? Два. Два. Три. Раз. Какой-то хорошо. Здесь на то, что сырое. Какой-то сделаю? Три. Да. Сколько? Вот это все? Оль, делайте оговоренно. Вот смотрите, как это делается. Вот смотрите. Сюда столбик накрутим, сюда, потом сюда. Мне не хватает вот здесь 35 сантиметров, по которому говорили. Поэтому легче размотать сейчас. Надо краешек, чтобы у нас туловище было подлиннее. И зашить? На плечах зашить надо будет, да? Зашивать будем, да. Вот смотрите, Рада Михайловна, второй раз. Покажите еще раз. Заложили. Пойдется наверх. Вот, Андрюшка, снимай. И складочки мелкие убираются на затылочек. Так. А какой длины нужно течь? Очень? Так. Очень интересная конструкция куклы от того, что она вся плотненькая, девочки. Уже забыли, как это. У меня с этой лепкой все выглядело. А что вы так сразу? Лепка вообще великолепна. Так мы же первый раз. Ольга Митлана. На следующий год папье-маше попробуем. Интересная, я вам говорю, что мы... Какие-то все машины. А лепка. И мы с пластиком будем лепить. И вообще мы же лепить будем. Я вообще, ты чем слушала, я предлагаю это сделать. Это же, что у вас, бумага? Да. А между ними еще жгутик вот сюда, видите, вставляется. А здесь между них... Ну вот она, крутик. Вот я кручу, но очень маленький. Маленький. А толфи надо. Это тело, да? Блинненький, да? Надо подстричь его. Подстричь там, не 10 сантиметров. Нет, он 80 сантиметров. А туда еще кто-то, кроме... То есть качается с 3 жгутика. Нет, носки и дуровища. Его лучше не жгутиком, с 3 сантиметров, что у тебя отходят. Ничего не понимаю. Вот, смотрите, есть ноги отрезанные. Вот, вот у нас сейчас это. Давай свои ноги отрезаем. Ноги вот есть. Вот нам все это гожа. Точу не всем пригожа. Вот тут. Вот, видите, вот. Это спина, да, у вас? Да, да, да. Вот, видите? Вот, вот, смотри. Все, что здесь понаберем сейчас. Что за животное? Не знаю, проверь, какая куница. Что такое такое? Внутри. Выдра какая-нибудь. Или внутренняя, да. Внутренняя. Еще? Еще есть? Нет, еще светло. Это тельца делаете, да? Да. Тельца. Почему грудь, видите, получается? Вот с этого шеи вот остается все. Чтобы, видите, надо, здесь она сопернивается. Сейчас еще напихаю. Поль-поль. Голод. Мы тоже так же делаем, да? Один конец длиннее, другой короче. Дэша, еще, видите, мало. Давай. Крути еще. С кем? С выпускниками? Нет, с выпускниками мы отдельно гуляли. Вот, я не знаю. А мы отдельно решили после такого сразу отметить, потому что это нужно было отметить. Вот здесь ноги, жгутиком, видите, вот. А там все зашиваем, да, на плечах? А здесь вот зашиваем. И такое вот широкенькое, получается, тело. Это не фитона, а не широкое. Они же встянутся. Они вставляются прямо вот сюда, прикалывая, вот сюда. Прикладывая, вот с той длины, чтобы оно было 19 см. И здесь потом все в общем месте, и вот она дальше плотно-плотно будет. И как таковы здесь нисколько толщи, тебе не интересует, потому что тебе дальше ручки с вами будет. Здесь больше не стыдится. А, ну, у нас будет? Что? Там не грудь, там просто вставляй. Я тебе вставила, оставила, не доставила. Вот, видела, вот. Вот, у меня вот осталось забота. Там, на рисунке у нее немножко не так нарисован. Мы когда эту куклу смотрели, там вот это ровно было. Понятно, как. Не так, как у нее скручено, а там было ровно. Поэтому мы уже додумывали, девочки. Ну, чтобы вот так было. Поэтому на той кукле дай-ка си. У нас линейка. Линейка под 19 сантиметров ее подбила, да? Да, в том-то и дело, почему мы и с ногами. Вот и все. Здесь начинаешь. Ее нужно обтянуть, я поняла. Очень плотная конструкция вообще. Все, вот здесь прям затягиваешь. Вот здесь все прям стягиваешь, насколько ты это можешь. Ну, видишь, вот. И здесь. Вот оно. И вторую тоже надо сразу тогда поставить, чтобы.